В Краевом центре сотрудники Следственного комитета обратились в суд с ходатайством взять под стражу фигуранта громкого уголовного дела, владельца здания, обрушившегося на пожарный расчёт во время тушения. Речь идёт о трагедии, которая случилась 29 мая прошлого года на улице Даватора. Расследование случая, повлекшего гибель троих пожарных 35-й части, длится уже больше года. Следователи пытаются доказать, что причиной ЧП стала незаконная перепланировка здания, которая ослабила его конструкцию. Под кирпичным завалом, который оказался на месте рухнувшей стены, оказались 8 бродмейстеров. Они тушили гараж и административное здание, в котором располагалось множество фирм и организаций. Потерпевшую сторону в суде представляли вдовы двоих погибших пожарных и мать третьего. А сам Канн сказал, зачем они туда лезли, их туда никто не звал. Это вообще верх цинизма просто. Подозреваемого слова, что зачем они туда лезли. Сидел и улыбался. Не надо было лезть. Они свой долг выполняли, если что. В ходе расследования выяснилось, что объект недвижимости подвергся реконструкции. На четырёхэтажное здание надстроили мансарду, произвели и другие изменения. Собственник по окончании ремонта попытался узаконить сделанное, но не смог. Из-за нарушения правил ему отказали сначала на уровне контролирующего органа, а потом и в суде. Формально здание эксплуатироваться не должно было, но это не помешало сдать офисы в нём в аренду и получать доход. У следователей имеется заключение экспертов, которые склонились к мысли, что во время перестройки несущая способность стен снизилась. Подозреваемый же считает, что он в этой ситуации жертва. Он сейчас тоже пострадавший. Мы банкроты, понимаете. За этот год нам не дали ни восстанавливать здание, ни получить страховку, ни убирать весь этот завал. Уголовное дело расследуется по 109-й статье Уголовного кодекса. Причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание – до пяти лет колонии. В финале затянувшегося судебного заседания принято решение подозреваемого оставить на свободе. С места происшествия Виталина Кондрахина, Полина Хромцова и Константин Пестерев.